Мужская и женская энергии. Что это такое? Что это за зверь такой и почему этому выделяется так много внимания? Мы присутствуем либо в мужском, либо в женском начале. Та инская или женская энергетика, которая окружает нас, в женском теле должна преобладать. А в мужском должна преобладать так называемая янская энергетика, мужская энергия. Если у мужчины преобладает инская энергетика, то он вял, он излишне сентиментален, у него нет целеустремления, он не понимает смысла жизни. Друзья мои, приветствую всех на своем канале. С вами я, Николай Соловьев. Я занимаюсь прикладной кинезиологией и являюсь клиническим психологом. Сегодня мы с вами поговорим об очень интересном вопросе мужской и женской энергии. Что это такое? Что это за зверь такой? И почему этому выделяется так много внимания? Для меня человек является целостной системой. И одна из сфер этой системы — это наша электротехническая составляющая, то есть та энергия, которую мы через себя пропускаем и которую мы можем в ту или иную форму дальнейшую переработать. Вы скажете, что это за энергия, что это за электричество внутри нас? Я вам отвечу очень просто. Вы наверняка сдавали когда-то такие вещи или анализы, как кардиограммы, вы записывали импульсы, вы видели ответы датчиков на те или иные сигналы в вашем деле. Итак, каждый из нас в этой энергетике живет. Мы присутствуем либо в мужском, либо в женском начале. И, соответственно, абсолютно логично представить, что та инская или женская энергетика, которая окружает нас, в женском теле должна преобладать. А в мужском должна преобладать так называемая янская энергетика. Мужская энергия. Плюс и минус. Черная и белая. Два начала одного мира. Если в этом существует баланс, если действительно эти энергетические системы работают как надо, как это было выпущено на заводе изготовители, как это было задумано конструкторами, тогда у нас все хорошо. Если у мужчины преобладает инская энергетика, то он вял, он излишне сентиментален, ну и другие какие-то ему присущие черты характера, которые больше все-таки можем отнести к женщинам. У него нет целеустремления, он не понимает смысла жизни. Это тоже как бы проявление этой всей энергии. Желание добиться чего-то. Позиционирование себя в социуме, достижение на уровне финансов. Это все про мужскую энергетику. Если мы говорим о том, что в женском теле не преобладает женская энергетика, тогда мы не видим там женственности. И чаще всего, когда идет вопрос взаимодействия двух полов, никому не интересны те формы, которые искусственно люди могут друг другу придать. Губы, зубы, теле и иные части тела, усиленные, улучшенные с помощью пластики. Всем интересны те эмоции, которые мы делимся друг с другом. Та энергетика, которая исходит, допустим, от женщины. Именно это наиболее ценно. И вот когда мы говорим о присутствии женской и мужской энергии, о ее балансе, для меня это ровно то же самое, что сделать так, чтобы в женском теле преобладала женская энергия, в мужском и мужская. Какие инструменты для этого применяются? Самый широкий спектр. От мануального мышечного тестирования до каких-то специальных психологических техник и тестов. От акупрессуры до работы теми техниками, которые изучают, в том числе, рефлексотерапевты. Именно нормализация этой энергетической составляющей каждого человека является основным, когда мы говорим о мужской и женской энергии. Если вам интересно обсуждать подобные вопросы, если у вас есть комментарии на эту тему, оставьте их под видео и подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Николай Солонева.